не подлежит возврату и обмену. Это как вообще? У нас снимать нельзя в фикс-прайсе, нельзя! Что вы мне рассказываете? Если администратора позову, а если брак, вот я купила, не увидела. Привет, мои хорошие! С вами Селена Суэй. Сегодня я хочу обсудить такую тему про фикс-прайс, что со мной недавно произошло. Я немного в шоке. И может быть вы ответите мне на вопрос, кто знает, правильно вообще поступает фикс-прайс или неправильно, и вообще законно это или незаконно. Со мной на днях произошла такая ситуация. Я покупала вот такую вот кофточку в фикс-прайсе. Точнее я их взяла две. Кто смотрел мои обзоры на втором, на первом канале, короче, я здесь оставлю ссылку, кто смотрел. У меня, значит, одна кофточка замечательная, маечка, да, вот такая вот. Вторая была с браком. То есть вот эта вот передняя часть, она была куда-то уехавшая. То есть это вы могли видеть в видео. Сначала хотела взять изначально вот такую вот розовенькую. В общем, я померю вот эту вот маечку. Смотрится хорошо, в принципе, да, но вот я расстегиваюсь. Только единственный косяк вот здесь, смотрите, не ровно пошитая. Она, видите, уходит. Я думаю, что такое? То ли я что-то криво одела, то ли что? Уходит горлышко вот сюда куда-то. Но вот эту я поменяю. Хорошо, что я даже сейчас мерила, как будто чуйка. Я не сняла сзади цели. Вот. Это, конечно, мне не нравится. На то и ровненько все, а это в бок идет. Но я же не знала, что будет такой косяк. Не стала рассматривать. Я пошла поменять. Я даже бирку сзади не сняла. Я пошла поменять эту маечку на такую же, если там была бы, да, только целую. Либо сделать замен на что-нибудь другое. Прихожу я в фикс прайс. И о удивлении, о шок впервые. Обычно все очень просто мне меняют. Быстро даже порой на чек не смотрят. Но в этот раз сходу мне говорит продавщица, вы знаете, у нас не меняют вещи. Вот вещи такие майки, да, нательная. Сказали, нательная одежда не подлежит возврату и обмену. И для меня в первую очередь это шок. В смысле? В смысле? То есть мы ходим в торговые центры, покупаем себе, я понимаю, носки, трусы, там, да, вот такое все, там, лифчики. Обычно, да, сразу предупреждают, что это не меня. Но это же не лифчик, ни трусы, ни носки. Это майка. И более того, если с браком. Одно дело, ты не меняешь, если ты не меняешь просто цвет, тебе не нравится или еще что-то. А другое дело, если конкретный брак. Это как вообще? То есть вы могли это не увидеть сразу, прийти домой, да. И я не понимаю вообще, а с браком трусы носки меняются? А если это я прихожу, а там дырка на трусах. И я еще бирки не сняла, и видно, что не стираны, не одеваны. Или как? Или нет? Я не поняла вот этот момент. Ну, это майка, как бы, да, ну, может быть, домашняя ходить, ну, может, не домашняя, ну, вполне себе майка, да. Ну, я поменяла это с горем пополам-то, ладно. Я купила такие штаны попозже, покажу, как они смотрятся. Так это тоже получается обмену возврату? Это тоже нательное, обмену возврату не подлежит. Я не поняла. Короче, она мне сходу это говорит, типа, я говорю, как? Как это не меняется? То есть мы ходим в торговый центр, и все нам меняется в течение двух недель. Говорю, а вас что, не меняют? Я говорю, понимаю, трусы и носки, а это нет. Ой, ну не знаю, сейчас администратора я позову, и она точно скажет. Приходит администратор. Ну, и женщина, взрослая женщина такая. А, она мне еще так убедительно сказала, типа, а это я вам серьезно, это 100% я говорю вам, что нательные вещи нигде, ни в одном магазине не меняют. Она мне говорит. Я говорю, что вы мне рассказываете? Ну, то есть я знаю, что куча стилистов пользуются этой услугой тем, тем, что, ну, не услугой, да, а этой возможностью, что можно поменять. Они берут одежду, снимают, потом возвращают, как бы, и это нормально. Порой даже, что можно не мерить. В некоторых городах во время пандемии вообще не разрешали мерить одежду и говорили, принесете, если не подойдет в течение двух дней. Вот. Я говорю, это вы мне будете рассказывать? Я сама знаю, говорю, как все происходит. То есть, ну, женщина такая, старой закалочки. Эта женщина, кстати, мне еще говорила о том, что у нас снимать нельзя в фикс-прайсе, нельзя. Я говорю, ваше начальство вообще знает, что вы тут это запрещаете съемку? Ну, вообще, по закону, ну, вообще, говорю, по закону в общественном месте снимать можно так-то, да? Но, а тут-то еще вам и реклама идет, это плюс такой для вас. Поэтому обычно ваше начальство и руководство вообще-то за, чтобы мы снимали. Вот так вот вы вообще-то знаете. Она такая сразу поникла. Я вам рассказывала это как-то в одном из видео тоже. Это вот одна и та же. Она такая взрослая, такая женщина, такая до всего есть дело, такая активистка. И тут она мне сто процентов говорит, что не меняют это нигде, ни в одном магазине. Ну, ладно, короче, пришла администратор и тоже сходу мне говорит, ну, вообще, нательные вещи не подлежат обмену и возврату. Я говорю, как это не подлежат? А я говорю, а если брак? То есть, я сначала не сказала, что брак. Я говорю, а если брак? Вот я купила, не увидела, говорю. А теперь вижу, что у меня тут кривая полоска. Ну, она такая задумалась. Я думаю, они понимают, что они неправы, мне кажется. Они не имеют права не поменять мне все это. Ну, и типа говорит, ну, пойдемте на такое. Я говорю, такое нет. Нет такого цвета, нет моего размера. Соответственно, я хочу поменять на что-то другое. Ну, и выбрала вот такие штаны с доплатой. Они 199 рублей стоят, а эта маечка стоит 149 рублей. Ну, и, короче, я не знаю, как они там это сделали, замены, не замены. Можно у них там это делать или нельзя. Короче, я доплатила просто 50 рублей и говорю, все, забирайте эту майку. Это вот одна осталась. Я говорю, вообще две купила. Одну я оставила, говорю. Ну, это с браком. Говорю, как я ее буду носить? Деньги на ветер, что ли? И, в общем, она мне поменяла. Кстати, вот эти вот штаны прикольные. Мне нравятся. Эски. Ну, вообще, хорошо было бы, чтобы эксэско, но там эксэски нету, да? Но эско тоже нормально. Я вообще не люблю очень такие яркие оранжевые вещи, но у меня есть кроссовки с оранжевыми задниками, да? И что-то я решила купить. Приятная ткань, хоть это синтетика, но она такая, понимаете, мягкая, нежная. Не знаю, насколько ее хватит. Напишите, если кто-то брал. Там есть разные цвета. Есть кислотные зеленые, есть кислотные розовые, вот такой кислотно-оранжевый, черные и серые, по-моему. Вот. Но они прикольные, с завышенной талией, как бы. Мне понравилось. Ну, прямо лосины-лосины. Я вообще хотела, думала, велосипедки это, но нет. Вот, такая вот история со мной приключилась. Я, конечно, выбежала оттуда вообще с возмущением. Начала вам снимать видео такая вся, но я начала в машине, потом думаю, нет, лучше отдельно сяду, расскажу, померю, покажу все. И хотела бы узнать ваши комментарии. Мое мнение, что они не имеют права так делать. Если это реально такая тема, кстати, если у кого-то такое было, тоже скажите, напишите в комментариях. Потому что, мне кажется, они не имеют права так делать. Они должны менять, они очень много одежды продают. А она вся нательная. И в смысле ее нельзя менять. Это очень странно. И еще скажите вопрос по поводу носочки, трусики, если брак. Да, то есть если реальный брак, если там какая-то фигня прям. Понятно, что во многих магазинах это не меняют, и это не подлежит обмену, возврату. Но есть ли брак? Вот такое я не сталкивалась просто еще. Может, кто-то сталкивался, расскажите мне. Милый, ты сейчас мне блина, ты мне сейчас блина поцарапаешь. Блин, она столько мне на одежда в зацепок ставит. Я боюсь домашнюю красивую одежду носить, потому что она прыгает на меня из зацепки. Ужас. Я не знаю, как от этого не избавиться, а как это предотвратить. Если кто-то знает, тоже пишите советы ваши. Все, мои хорошие. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Будьте внимательны обязательно. Смотрите сразу там, чтобы были все строчки кривые. Не кривые, кривые. Смотрите сразу, чтобы были все строчки кривые. Смотрите, чтобы все было целое, все было нормальное, потому что вы можете столкнуться с такой ситуацией, и вам не поменяют. И тогда что вы будете делать? Деньги на ветер, куда вы будете идти, куда будете обращаться? Насколько это законно? Все. Я бы хотела узнать. Напишите, кто знает. Все, люблю вас, целую, прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. 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 Пока-пока.